Здравствуйте, коллеги! В эфире Совет директоров и ведут его Ирина Бахтина и Ирина Парфентьева. Здравствуйте! Вместе с нами сегодня на Совете директоров Светлана Чумакова, генеральный директор Международной Академии Коучинга. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Уже 17 лет Светлана Юрьевна занимается вопросом коучинга в России и вы являетесь основателем Академии. То есть вы тот самый человек, который знает, как мотивировать людей работать, как чтобы они любили свою работу. Как научить тех, кто будет мотивировать, я так понимаю. Да, Светлана Юрьевна, расскажите немного подробнее об Академии. Об Академии можно рассказывать очень много. И историю создания Академии, и историю того, как развивался коучинг в России, и историю развития тех людей, с которыми мы работаем. Эту динамику развития, как себя видели руководители в 1997 году, и как сейчас себя видят и хотят видеть руководители, лидеры в 2014 году. И как они смотрят дальше. Когда я говорю о 1997 году, это накануне каких-то очень больших глобальных изменений год, и которым предшествовали тоже очень большие потрясения. И здесь очень большая степень неопределенности была и в умах, и в понимании, как вообще создавать компании, что такое бизнес, что такое компания, что такое растущая компания. Потому что люди просто в большей степени занимались выживанием и обеспечением себя здесь и сейчас, своих семей, для того, чтобы вылезти из той ситуации, в которой они оказались. — Нам бы день простоять, да, ночь продержаться, как известно, в общем. Никто не думал о том, что будет с этой компанией через 20, 30, 50 лет, правда? — Да, в большей части да. И когда приезжали западные коллеги, которые мыслили другими категориями, другими масштабами, другими временными рамками, это было очень интригующе. Мало кто верил, что вообще так можно сделать. Знаете, люди у нас любят говорить «не в нашей стране». Да, у нас это невозможно. — Мы особенные, это однозначно. — У нас особенное стать, да? — И тем не менее, для меня всегда было очень интересно и важно услышать, что можно делать по-другому. И можно по-другому, я имею в виду, с большей перспективой, с большей осознанностью и с пониманием, куда хочет стремиться сам человек, лидер компании, и куда он ведет за собой людей. И для меня это было такой точкой отправной для того, чтобы интересоваться, обучиться, узнать и принести это сюда, вот в нашу страну. Почему? У меня один раз на первой конференции, которую мы организовывали, международная конференция коучинга, она была в Питере и в Москве. И у нас там пришли интересующиеся представители западных компаний, им было интересно, как себя ведут русские бизнесмены, вообще как они воспринимают эти новые подходы. И меня спросили, один американец спросил, руководитель компании, а почему, собственно, вы начали заниматься коучингом в России? И я сказала, что, во-первых, я люблю свою страну, и я люблю людей, которые здесь у нас живут, и они достойны лучшего, чем то, что сейчас для себя сами выбрали или решили. И наша страна богата не только нефтью, газом, все, что нужно достать из-под земли, но больше всего у нас талантов, и все таланты прячутся здесь внутри. А коучинг помогает людям, во-первых, остановиться, понять и признать, что есть действительно талант внутри, я могу. Я верю, и верю не просто так вот, а для себя очертить свое желаемое будущее, назвать цели, научиться их декларировать, что у нас тоже абсолютно не принято, декларация цели, да, я хочу. Или как Мартин Лютер Кинг, что очень типично для культуры западной, у меня есть мечта. И мне посчастливилось в Советском Союзе при этом времени жить и работать с людьми, которые действительно, у которых была мечта, и у которых были цели очень конкретные. Понятно, что они работали в специфических условиях, но, тем не менее, это люди, которые были сами соединены со своими целями и зажигали, да, и вовлекали других людей. А все дело в том, что моя первая профессия, я инженер-механик космических летательных аппаратов. — Вот я догадывалась, мне кажется, даже хотела спросить, обязательно, конечно. Только через космос можно прийти к такому космическому видению. — Да, это не случайно, конечно. И я закончила Московский авиационный институт, работала в институте и занималась научной деятельностью в НПО «Энергия». И я, когда приходила, приезжала туда, в Подлипкин, по «Энергия», где работал, создавал Королёв, и потом его преемник Мишин, и те профессора, те преподаватели, которые занимались именно запуском космических кораблей и обучали нас, студентов, они были таким примером. И те люди, которые там работали, инженеры на любой должности, они все жили вот этой единой целью, которая очень была близка к понятию мечты, вырваться за пределы, вырваться за рамки. — Вот когда я это слышу, Светлана Юрьевна, мне кажется, что это же не только про бизнес, это про жизнь каждого из нас. А вы в Международной академии коучинга на простых людей какое-то свое внимание им уделяете, или вы только работаете с корпоративными клиентами, и тогда в таком случае любому россиянину нужно просто сидеть и ждать, когда его работодатель задумается о том, чтобы его начать развивать, чтобы человек начал вспоминать про свою мечту. — Со стороны просто можно прийти к вам за помощью? — Да, да. Вы знаете, вы у меня глаза открыли на некоторые вещи, которые интуитивно мы делаем. — Я могу, когда закончу. — Результат Совета директоров как раз такой должен быть. — Да, да, да. У нас в Международной академии коучинга два… у нас много направлений, но если выделить, то два таких основных направления, два бизнеса. — Одно — это работа с компаниями, с корпоративными заказчиками, с их и лидерами, с их преемниками лидеров, с сотрудниками, которые развиваются внутри компании. — Это очень важная тема, когда меня спрашивают, почему вы предпочитаете работать с лидерами. У меня специализация executive coaching для лидеров. — Лидеры — это те люди, которые влияют на очень многих. Это те люди, которые влияют на создание рабочих мест, то, как эти рабочие места организованы, то, как относятся к людям в компании, как взаимодействовать с людьми и насколько люди для себя открывают перспективы в жизни. — Я, кстати, всегда еще делаю поправку. Я говорю, я работаю с людьми, которые работают в должности руководителей компании и лидерами. — В должности лидеров. — Да, которые являются лидерами. Здесь потому что коуч всегда работает с человеком не с функцией, а с живым человеком, который и выполняет определенные функции компании, и который проявляет определенные качества. — Потому что я много видела и начинала работать со многими лидерами, которые очень хорошо выполняют свои функции. — Но лидерские качества, такие как воодушевление людей, развитие людей, достижение целей компании через развитие людей, не через постановку задач им, а именно через развитие. — И умение показать им видение, умение дать им возможность увидеть их картинку собственной жизни в общем видении. Это и есть лидерство. — И второе направление, оно, собственно, и было первым на самом деле — это проведение открытых курсов обучения коучингу. И сюда приходят к нам люди, которые хотят стать профессиональными коучами. В основном это руководители, менеджеры HR, представители HR-департаментов, фрилансеры, и те, кто для себя хочет начать понять и начать применять этот подход. — Ну, надеюсь, вы не всех подряд обучаете этому? — Ну, мы проводим интервью. — Надеюсь, вы отсеиваете, там же я представляю, что, в общем, кто там может приходить тоже с такой идеей. — Я хочу сказать, что у нас состав на эти группы, ну, во-первых, у нас участников не больше, чем 20 человек, в группе 12-20 человек, и состав тоже интересная очень динамика изменений, если взять 97-й год и сейчас, то первыми были тренеры, которые хотели для себя этот инструмент получить и посмотреть, насколько он применим. Потом очень большая была масса психологов, потому что очень многие… ну, лайф-коучинг и психологическое консультирование, они близки. — Очень. — Очень близки. — А поскольку у нас не развито психологическое консультирование, в общем, как-то не принято у нас и психологов иметь персональных, и корпоративных психологов не везде встретишь, то, наверное, это такая взаменимая, скажем, позиция. — Да, здесь есть четкие отличия, но которые надо понять самим психологам, которые хотят еще и практиковать коучинг. И потом уже поверили, поверили непосредственно люди, которые хотели бы сделать это своей профессией, и менеджеры, которые хотят сделать это своим стилем управления. И в последние, наверное, 2-3 года уже в основном состав 80% — это люди, которые приходят, и их цель — научиться коучингу для своей собственной эффективности и для работы. — Светлана Юрьевна, вот если вот в трех словах, каким людям не надо совершенно точно приходить в коучинг? Кому не надо туда? Или зачем? — Обучаться. Но людям, которые не любят работать с людьми. — Вот вы HR упомянули, у меня всегда большие вопросы по поводу этой функции. У меня такое ощущение, что на излечение часто приходят у нас в кадровые отделы работать люди. — На собственное излечение. — К сожалению, на собственном опыте могу это подтвердить. — Да, но здесь такой шлейф тянется еще. Вы очень хорошо сказали, в кадровые отделы есть кадровик, да, а есть HR. HR — это тоже новая территория для нашей страны. И сейчас уже есть и звезды в HR, в HR. — Есть, абсолютно. К нам приходили замечательные совершенно люди, после которых вот на этой программе я сказала, что я поверила вновь, что это не совсем так сказать. — Захотелось работать. — Захотелось с ними общаться, в общем. — Да, хорошо. Да. Они понимают свою роль в компании, они понимают, в чем их миссия состоит, и они учатся. — Сейчас самое лучшее образование, насколько я знаю, от своих коллег внутри компании, это HR, менеджеров, руководителей. В Лондоне очень многие учатся, здесь тоже в России есть курсы. Они хотят быть профессионалами, очень хорошо понимать свое предназначение. Потому что раньше HR называли как «слуга двух господ», да, им надо помочь руководителям выполнить генеральные линии и успокоить, и подставить плечо, или там сказать «ай-яй-яй» всем, кто исполняет. — Светлана Юрьевна, напомню, что мы поговорим дальше о мифах и стереотипах, связанных вообще с индивидуальным и с корпоративным коучингом, а их действительно предостаточно сразу после рекламной паузы. Напомню, в эфире Совет директоров. И оставайтесь с нами. В эфире Совет директоров. Его ведут Ирина Бахтина и Ирина Парфинтьева. И сегодня вместе с нами на Совете директоров Светлана Юрьевна Чумакова, генеральный директор Международной академии коучинга. В первой части программы мы начали говорить о вопросах лидерства, которые в первую очередь решает коучинг. Вот такой вопрос. А как лидер в нашей стране или в международной практике соотносится с запросами компаний-корпораций? Ну, то есть вы же должны, с одной стороны, удовлетворить интересы компаний, которые вам заказывают подбор этих самых лидеров. — Развитие их под определенные рамки. — И соблюдать интересы лидера. Ну, потому что от его качеств будет зависеть, подходит он к компании, не подходит. Вот как найти вот это… — В конце концов, это его личная целостность в жизни. — А зачастую не всем корпорациям подходят те или иные лидеры. Либо лидеру… — Разные типы лидеров. — Ну, он упрется в какой-то момент в максимум своих возможностей своего развития в этой компании. Как найти баланс двух таких единец? — Ну, во-первых, я сразу вспоминаю известную всем фразу Толстого, что каждая семья, все семьи счастливы одинаково, и каждая семья несчастлива по-своему. А когда я вспоминаю о компаниях, с которыми я работаю и работаю, я хочу добавить, что каждая семья, каждая компания и счастлива тоже по-своему. То есть у каждой компании есть свои представления о том, какой лидер нужен для бизнеса. Но здесь тоже надо понимать, кто этот образ лидерства и лидера в компании создает и продвигает. Ну, допустим, он существует. И в зависимости от бизнеса, в зависимости от запроса акционеров, от целей компании, к лидеру, от лидера определенные ожидания и требования предъявляются. И здесь тогда встает задача для работы коуча с лидерами, на чем фокусироваться. Прежде всего, я, наверное, в рамках этого не могу дать полную картину, но коуч работает внутри компании с развитием лидерства, в разных форматах может работать. Это может быть долгосрочная программа развития лидерских компетенций и лидерских качеств, которая продолжается в течение года и которой отбираются все лидеры компании. Это отдельно может быть работа на фоне этой работы, может идти отдельная работа с президентом, с топ-менеджером или председателем совета директоров. И в любом случае всегда первым шагом и до начала работы коуч просто обязан прояснить ожидания компании от лидера, ожидания лидера от компании и всех участников от работы коуча с лидером. Что будет на выходе? И здесь тогда нужно формулировать не столько на языке целей, а сколько на языке ожидаемых результатов. Что такое будет очень сильным результатом работы коуча с этим лидером? Ну вот поскольку ожидаемый результат – это изменившийся человек, а мы с вами понимаем, а изменившееся поведение, то есть мы не говорим о внутренних каких-то системе ценностей, мы туда так глубоко не заглядываем в системе корпоративного коучинга. И так тоже есть. Забираются все-таки, да? Это же безумно ответственно. Это такая, на мой взгляд, ну почти доселе невыполнимая задача. Иисусу Христу не удалось за 2000 лет в общем ценности это поменять при той огромной сильной платформе, совершенно правильной, которая там была. Есть. А здесь вам даются задачи, ну там в рамках некого вот такого процесса коучинга из человека слегка потерянного, может быть, или… Полу лидера сделать точно лидера. Ещё не лидера, не до лидера. Вдруг сделать супер-мега-звезду, да ещё такую, которая будет светить, но не пересвечивать вышестоящее руководство. Ну я здесь, наверное, немножко поспорила бы с вами. Давайте. Когда там не до лидера или слабого, не слабая ясность в эту тему, когда коуч начинает работать с лидером по запросу компании, возьмём этот формат, потому что форматов может быть разных, много. Может сам лидер обратиться и сказать, вот я хочу, чтобы со мной работал коуч. Или уже представители компании обращаются, но вместе с лидером. И ставится задача на этот коучинговый контракт. То до того, как этот запрос поступил, уже произошёл отбор этого лидера. И кто-то внутри компании, кто отвечает за привлечение, за найм сотрудников высшего уровня, уже провёл эту работу, собеседование. Они уже приняли решение о том, что этот человек подходит. Здесь, конечно, могут и ошибаться тоже люди. И на это тоже у них есть свои какие-то процессы. Здесь коуч в этом процессе не участвует. Он уже начинает свою работу с того момента, когда в компании говорят, что мы хотим, чтобы это было лучше, качественнее, чтобы добавилось что-то, чтобы убралось что-то. И чтобы человек действительно начинал, ну, например, вдохновлять людей. Это сейчас всё больше и больше является запросом. Не столько он обладал стратегическим мышлением, хотя это тоже бывает, именно долгосрочное стратегическое мышление. Когда оно есть, тогда это напрямую влияет на вдохновение других. Если лидер сам знает, куда он ведёт компанию, то ему легче и понятнее, как других людей присоединять. И так доставится область развития в работе с этим конкретным лидером. Вы привели пример Иисуса Христа, который не смог. Сейчас вот сижу как раз и думаю, может, зря я это сделала, а то сейчас же критики немедленно подвергнут. У меня вопрос такой. Я абсолютно с вами согласна. Спасибо. Я согласна с вами. Я об этом думаю очень часто. Всё дело в том, что процесс развития человека, который вступил на эту тропу, он бесконечен. Да здесь нет конечной точки, а когда он говорит «всё, да, я уже вот суперзвезда», да, лидер суперзвезда. Так вот в этом-то вся и опасность зачастую. Вы как кучи, причём такого высокого класса, можете, если этот риск, раскачать в человеке вот эту тему, вдохновить его, зажечь ему глаз так, что он, в общем, поймёт, что я не там, я не в том месте. Я, наверное, должен сделать что-то большее в своей жизни, я достоин большего, я пойду туда и так далее. А корпорация ваш клиент при этом, и у вас чёткий KPI, чего они ожидали на выходе. Как будут развиваться ваши отношения дальше, как вам держать-то всё-таки в рамках, чтобы не перезажечь. Вы имеете в виду, если вдруг возникает конфликт интересов какой-то, да? Нет, конечно, конечно, да, он возникает. Ну да, то есть человек, вы с ним проработали, ещё раз конкретно. Зажечь, но только до определённых рамок. Чтобы не пережечь. Не пережечь, вот то, что я говорю. Ну, вы знаете, я очень такой коуч, вредный, наверное. Это хорошо. Я, когда работаю со своим клиентом, я всегда в каждой сессии всегда задаю вопрос, как это связано вот с теми целями, которые вы обговорили вначале со своей компанией. Как ваши новые желания, да, идеи, там, креативность сочетается с тем, что ожидает от вас компания. И если это не совсем совпадает, я всегда спрошу, с кем вам надо переговорить. Потому что коучинг – это территория открытости всегда. И это очень важно. И, кстати, да, именно открытые люди больше всего вдохновляют и зажигают нас. Те, которые признают не только свои победы, да, и там большие горизонты, но те, которые признают те моменты, когда они ошибаются, когда они неправы. – Коль, скоро вы общаетесь, и ваши коллеги общаются с руководителями уже определенного звена, когда начинается дальнейшее развитие. Часто сталкиваетесь с неким таким пренебрежительным отношением, которое, к сожалению, у нас достаточно часто распространено, когда говорят, не можешь сам иди, значит, учи других, да, и начинают спрашивать, ну, вы поняли, о чем я, начинают спрашивать о том, ну, от чего, собственно, вы сами, владея всей этой системой, раскрытие, значит, потенциала и прочего, добились в жизни. Бывает? Признайтесь. – Я вот не припомню, но я для себя такой вопрос задаю всегда. Да, если я работаю с лидерами больших компаний, и глобальных компаний, и наших крупных российских компаний, это основные, это 80% моих клиентов, организаций, я всегда задаю себе вопрос, кем я для них буду, вот кем я сама являюсь в своей жизни для того, чтобы работать с этими людьми. И понятно, что это вопрос не о сравнении каких-то материальных ценностей. – Ну, как вы отвечаете на этот вопрос? Как? – Себе? – Себе и им? – Если бы они меня спросили бы, да? – Если бы спросили бы, да? – Чего вы достигли сами в своей жизни? Ну, во-первых, то, что я сама достигла всего, что я прошла очень интересный жизненный путь. Мои первые детские воспоминания, самые ранние детские воспоминания, знаете, это еще запах послевоенной земли. Я родилась в 1946 году. И мой отец, который был контужен и 4 года лежал неподвижно в санатории, который давал мне абсолютно все, он мне растет, мне хочется спросить его иногда, вообще тебе 26 лет было, откуда-то научился так воспитывать и так вдохновлять. И дальнейший весь мой путь, я выросла в маленьком городе, я решила, что я буду учиться в Московском медицинском институте, я хочу быть связана с космосом. И, наверное, самым большим достижением было то, что я прошла через этот путь перестроечный от 1993 года, когда нас всех поставили в такой вопрос самому себе, да, что все, уже никто за нас ничего решать не будет, что дальше, да, как дальше жизнь складывалась. И у меня было трое детей, что тоже было очень необычно для того времени. И я шаг за шагом выстраивала свою жизнь и всегда делала то, что я любила, и то, что мне было интересно. Это всегда мне давало силы. Я горжусь тем, что очень маленькая компания, созданная в 1997 году, которая сразу попала в этот кризис жуткий 1998 года. Этот кризис был у наших клиентов, которые к нам собирались приходить учиться. Мы смогли пройти через этот период. И давая нашим клиентам, тогда это были руководители малого бизнеса, и, собственно, Россия только начинала осваивать эту территорию, то, что помогло им выстоять, и это было для нас очень большим таким, вот, знаете, ура. Но вообще женщины-руководители – это особая отдельная история. Для нее нужна отдельная программа, а мы перед завершением зададим вам, наверное, один вопрос, как обычно. Какой совет вы можете дать руководителям российского бизнеса? Лидерам. Лидерам на то, как в себе мотивировать вот это вот качество лидера или и в других в своей команде, потому что одного лидера не бывает. Как это сделать? Ну, если коротко, то занимайтесь тем, что вы любите. Любите то, что вы делаете, и никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Спасибо. Спасибо огромное. Замечательно. Напомню, в эфире был Совет директоров, его вели Ирина Бахтина и Ирина Парфентьева, и с нами была Светлана Чумакова. Спасибо огромное. Спасибо. Продолжение следует.